кто такие демоны и как они проявляются в жизни людей зримо и незримо виктория кто такие демоны как они проявляются поделитесь пожалуйста на самом деле очень интересно у меня сейчас такое время когда я имею возможность общаться с молодыми людьми которые не воцерковлены они не имеют опыта даже чтение иногда священного писания очень умная очень образованная очень развивающийся интересующийся и поэтому приходится говорить с ними действительно как в первый раз понятным языком и в общем-то многим людям понятно аналогия с компьютерами потому что мы окружены электроникой и все сталкивались действительно с компьютерными вирусами с тем что совершенно незаметным образом порой та программа по которой которая записана для вашего устройства она начинает давать сбой мы знаем что иногда через спам через какие-то письма через заходы на не какие-то проверенные источники к нам могут проникать вредоносные программы они не пахнут они не звенят они заходят таинственно но благодаря им происходит сбой в нормальной работе компьютера телефона и так далее и в общем-то писание нам говорит что наше устройство запланировано богом но если мы заходим в неправильные места поступаем неправильно если мы нарушаем знаменитые 10 заповедей данные когда-то израильскому народу но это как базовые заповеди которые говорят о том к чему должна стремиться наша душа это что нас должно защищать и охранять поклоняться богу любить его как самое лучшее самое чистое в нашей жизни и дальше не прелюбодействовать не убивать не лгать не завидовать почитать отца и мать хранить священное общение с богом виде субботы виде благодарения вот эти простые заповеди если мы нарушаем то тогда писание говорит в нашу жизнь торгается грех и яркая эта монология вирус и я сразу наверное забегая вперед ну или можно оставить место юлия ваше мнение как вы считаете я думаю что в этом мире где у нас царь князь этого мира дьявол и конечно постоянно идет такая проблема которая называется атака на разум и если христианин и подвергается этой атаке то по только по одному поводу дьявол хочет дать сомнение в его тождественности иначе говоря если я сын божий то дьявол не будет все время давать мысли по поводу того что ты зря так думаешь на самом деле ты ничтожество на самооценку дана нашу самооценку наши грехи наши зависимости в арсенал средств огромный и как мы можем увидеть что идет какое-то давление или влияние а та атмосфера в которой я нахожусь бывает каждый из нас это переживает когда ты входишь и вдруг не с того не себя тебе хочется спать это очень странное состояние или ты приходишь эта атмосфера угнетения или ты вдруг въезжаешь страну и ты чувствуешь у тебя какая-то прям депрессия опускается это тот а атмосфера которая пытается влиять на тебя кроме мысли да дьявол действует через наши мысли которые он посылает и твой выбор принять их или нет он бывает действует через атмосферы но мне кажется когда христианин научен то он понимает что самое тут главное это наш выбор постоянный я не буду с тобой сотрудничать это то предложение который мне кажется достаточно часто должно использоваться нами и я знаю что все что происходит в моей голове не соответствующее слово божьему это не должно иметь место иначе это сформирует твердыню а потом впоследствии и действительно придет влияние а куда именно вселяется демон вот вы неоднократно сказали о разуме мыслях потому что в большинстве мы понимаем что человек делится на три составляющие дух душа и тело но мы видим в писании и одержимых людей которые не могли своим телом совладать то есть настолько сильное демоническое влияние было и мы видим воздействие на наши мысли то есть куда все-таки демоны больше всего воздействует нашей жизни что интересно что окошком для нас вообще входом в жизнь человеческую конечно является наш разум поэтому написано обновляй свой разум римлянам 12 2 об этом нам говорит как это происходит как только мы начинаем верить в ложь вот как только я согласился с одной мыслью дьявола который мне говорит что у тебя ничего не получится и я вдруг раз и согласился или там помнишь о тебя обидели и я согласился да меня обидели или помнишь твоя мама говорила что у тебя ничего не получится и вдруг я с этим согласился это следующий шаг для того чтобы открылись двери для влияния и мы сейчас говорим о том чтобы куда вселяется демон для этого нужно делать определенные шаги человеку его решение должно все больше и больше уходить от истины божьей то есть она открыл дверь для мысли потом он открыл дверь для поступка потому что если я понял что я ничтожество я уже опустил руки я уже ничего не делаю следующий шаг это уже постоянно действующие поступки до которые формируют навыки и так рождаются твердыня ложная твердыня и вот когда ложная твердыня и она или большая или становится вообще много открывается прямо огромное пространство в системе души попечения соза там есть четыре двери это обида это страх это прелюбодеяние это колдовство и и те вещи которые сформированы в человеке уже вот как твердыни они дают возможность дьяволу влиять на душу и тело всего лишь проявление я хотела бы уточнить действительно вот ну можно говорить там более подробно как раз как это проявляется но вот например второе послание философ саникийцам где апостол павел в целом в грите где там гнездятся демоны там или что-то еще апостол павел там говорит именно о том что его молитва чтобы бог сохранил наши дух душу и тело во всей целостности и защитил до момента нашей встречи с богом лицом к лицу это значит о том что у нас тресоставная природа в целом евреи как бы считали и иногда такое можно проследить что есть внешний человек есть внутренний человек и мы по сути дела вот большинство людей верующих неверующих можно сказать они видят вот физического человека и это внешний человек второе невидимый человек это душа как бы внутреннее наполнение человека и вот по сути дела люди видят два как бы внутренний мир могут догадываться о нем внешний мир до внешний облик и соответственно демоны если мы говорим куда они вторгаются они вторгаются во внутреннюю как вот вот содержимое человека писание определяет душу как совокупность разума и эмоций то что составляет его уникальную личность то есть это и и разум и эмоции и воля которая соединяет вот эти две области скажем такие где-то полярные даже но такие богатые по своему содержанию поэтому вот то что говорила юлечка она говорила тоже о том что если через разум заходит через мысли через согласие с каким-то грехом уже воля там начинает работать да то есть что человек присоединяется там вожделеет там золото серебра там чужого там не знаю дома или или там порнографию смотрит там что угодно это может быть то есть тогда подключается и чувство я хотел отметить еще действительно на самом деле один из таких очень сильных моментов которые делал ну как бы вот силы разрушения скажем так который действует в мире используют особенно против неверующих людей но даже и те кто верят в бога мы все живые и это страх очень часто я слышала что есть люди которые просто заболевают есть люди которые с которым случаются какие-то неприятности после того как они пережили давление стрессовое и испуг какой-то сильный они могут даже иногда в кино посмотреть там с каким-то триллер ужас и вот вот эти как бы негативная программа вот это вот это разворачивающиеся зло который не видят на экране она как будто вторгается к ним в душу она начинает внутри уже работать и они начинают поступать исходя из вот этой мнимой картинки которая на самом деле не имеет отношения прямого иногда как жизни иногда при впрямую когда ребенок переживает дикие какие-то потрясения страх ужас он потом подвержен этому страху то есть получается что и разум и эмоции зависимости от возраста в зависимости от периода подверг ну являются дверью и вот эти если проводить аналогию придерживаться ее с компьютерными вирусами программами они вот и поражают разум они поражают эмоции и как следствие это начинает выражаться в теле я бы все-таки я скажу то что у меня с самого начала как бы вот горит в сердце мне просто вот этот например один из ребят с которыми я общалась он говорит мне просто вызвало вызвало такое отторжение скажем церковь мальчик светский совершенно и он показывает не воцерковленный то есть он еще думает вообще вот христианству ли как бы примкнуть скажем или буддизм ему приятен и так далее но он говорит вот мне кто-то прислал видео там православная служба какая-то идет и женщина но видно что она действительно не в себе у нее страшные гримасы она неприятно кричит корчится просто но это все ужасно и к сожалению священник он гневно реагирует на нее я понимаю его ему нужно вести службу но он как будто осуждает как бы эту женщину и то что с ней происходит и это все на глазах у людей это кто-то снимает и это выложено в сеть и этот парень говорит во первых ну как бы дико то что происходит во вторых его как неверующего человека на самом деле его шокировала реакция священнослужителя на это что он не помогает этой женщине что он не может справиться с вот этой как бы атакой такой ну явно демонической чат не себе вот и он все равно как к этому относиться я говорю мне конечно жаль что этот священник он не смог проявить ту власть которую господь дает людям знающим его своим ученикам верующим его освободить эту женщину но милосердие хотя бы он должен проявить и в этом нет страха на самом деле в том что демоны проявляются в том что есть какие-то реакции я бы сказала процитировать одного известного богослова для протестантских кругов для евангельских кругов дэрика принца он сказал не стыдно быть зараженным каким-то демоном не стыдно признать что ты находишься под их влиянием стыдно находиться под их влиянием стыдно жить с этим то есть ты живешь где-то в нечистоте просто очистись просто мой потому что евангелие она потому и называется доброй вестью благой вестью что бог приносит свободу познавшим его практикующим его заповеди его слова его жизнь и это свобода свобода без осуждения свобода который имеет силу очищать утверждать благословлять